Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Послание к евреям, 12 глава, 24 стих, Говорящая кровь. Ну, я начну немножко раньше. 22 стих, Синодальный перевод. Здесь автор послания сравнивает древних израильтян, которые заключили с Богом завет около горы Хариев или Синай, а здесь, соответственно, Новый Завет, и люди, которые заключают Новый Завет с Богом, они какое-то более значительное действие совершают. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Тьмы – это, конечно, великое множество, а не темнота. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Тоже немножко трудные места, что, значит, первенцы написаны на небесах. То есть, некоторая небесная книга, в которой записаны имена первенцев, тех, кто занимает особые места. Первенцы – это самые главные дети в древности, зачастую и сегодня. И вот они записаны в особой книге. «И к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». То есть, Богу и тем, кто рядом с Богом. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу». Ходатай, то есть, тот, кто… Или посреднику в цинодальном переводе «месситес». В греческом «месситес» – это посредник. Тот, кто заключает Новый Завет с людьми, как Моисей заключил его ветхий с народом Израиля. Итак, «К ходатай Нового Завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авеля». Что за кровь здесь? Ну, кровь Иисуса во время распятия пролита. Наверное, довольно легко понять, почему она говорит, причем здесь Авелева кровь. И почему она кровь крапления? Ну, давайте начнем с этого. Кровь крапления. Обряд заключения Завета, Ветхого Завета, да и вообще очень многих договоров, которые были в Древнем мире, он включал в себя крапления крови жертвенного животного. Резали жертвенное животное, его кровь сливали в чашу, и дальше этой кровью окропляли. Ну, вот, когда заключался Ветхий Завет, то ковчег Завета и весь народ. И потом этот обряд периодически раз в год возобновлялся, тем самым потруждалось заключение Завета. И понимается, это так, что кровь Христа, пролитая на кресте, она становится кровью крапления. Конечно, ей не крапили, в прямом смысле первосвященник не собирал эту кровь в чашу и не крапил ей народ. Хотя была же такая фраза, которую в запальчивости, не думая, крикнули собравшиеся во дворе, когда Пилат спрашивал, кого отпустить, они крикнули, кровь его на нас и на детях наших. И это часто понимают, как их готовность принять на себя ответственность. В общем-то, это правильное понимание. Но есть и второе. Это кровь Нового Завета. Кровь его на нас и на детях наших. Мы уже окроплены этой будущей кровью. Мы входим в этот Новый Завет, даже если мы сами этого не понимаем. Часто бывает так, что человек говорит больше, чем он хотел сказать. Как один человек умрет за весь народ. Тоже фраза из Евангелия. И там даже особый комментарий, что он сказал это не от себя, будучи первосвященником на этот год. То есть, что это было некое пророчество от Бога, хотя он не сознавал этого. И может быть, кровь его на нас и на детях наших такое же пророчество от Бога. Это кровь крапления. Но почему она говорит, лучше, чем кровь Авелева? Кровь крапления вообще-то не говорит. Во-первых, никакая кровь не говорит. Во-вторых, кровь крапления, конечно, может быть понята как знак. В этом смысле она обозначает что-то, не говорит, но обозначает. Но при чем здесь Авель? Авель – это сын Адама и Евы, убитый своим братом Каином. Это мы все прекрасно, наверное, помним. И в четвертой главе книги Бытия, где описывается это убийство, говорится, что голос этой крови вопит ко Господу от земли. В каком смысле? Ну, видимо, нет еще закона, нет еще каких-то судебных установлений. Вот не то, чтобы Каин за убийство подлежал уголовному преследованию, суду, наказанию по приговору этого суда. Ничего этого еще не было. Но отпустить его просто так было невозможно, и Господь ему говорит, что кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Не в смысле, что буквально кровь, она лишена способности производить какие-либо звуки, да? Но не в этом смысле. Но очевидно, что пролитая кровь не может остаться просто так. Что пролитие крови – это какое-то очень мощное высказывание. Хотя не всегда такое, какое хотел бы услышать тот, кто эту кровь пролил, тот же самый Каин. Но это высказывание уже нельзя игнорировать. Оно уже звучит, и нужно, чтобы оно было услышано. Об этом, вероятно, идет речь. Кровь говорит лучше, чем кровь кропления. А какое же высказывание здесь? Иисуса распяли. Но, в общем-то, об этом вся предшествующая часть послания к евреям, а мы уже почти в самом конце. И в этой части как раз автор наш говорит, что кровь, которую пролил Иисус на кресте, это жертвенная кровь. Да, это не просто, знаете ли, вот такое злодейство, которое совершилось, и что ж теперь поделать, вот, да, все плохо вышло. Но это осмысленное событие. Кровь, она жертвенная, то есть так же, как кровь жертвенных быков, баранов, козлов, тельцов, она примеряла людей с Богом, и здесь как раз тоже очень хорошее ритуальное напоминание есть. Это кровь кропления, да, там тоже ведь эти жертвоприношения не просто заключались в том, что животное зарезали, да, а кровью кропился жертвенник, например, да, там были разные формы, обряды, я не буду сейчас их пытаться перечистить. Вот, но кровь кропления — это кровь, которая говорит к Богу, ну, если это убийца, который убил человека, о том, что убийца виновен, если это человек, который приносит Богу жертву за грех, она говорит Богу о том, что он сознает свой грех и просит о его прощении, если это, допустим, жертва мирная или пиршественная, как иногда современные переводы его называют, эта кровь говорит о том, что человек хочет пригласить Бога в свой дом, на свой какой-то радостный пир и соучаствовать в этом пире вместе с ним. Это знаковое действие. И вот смысл пролития крови на кресте, Христом, он тоже жертвенный, он тоже означает, в общем-то, все это вместе, только в особом смысле. человек, человек, который осознает свою греховность, слышит в этом мольбу о прощении его греховности и весть о том, что она прощена. А человек, который хочет пригласить Бога в свой дом, слышит в этом призыв к Богу прийти в его дом и приглашение к человеку участвовать в этой трапезе, христианской трапезе. Человек, который совершает злодейство, он слышит, может услышать в этой говорящей крови голос, обличающий его злодейство, как голос убитого брата Авеля обличал Каина перед Богом. Вот вопрос в том, насколько люди готовы это услышать. Но кровь эта, оказывается, действительно говорит. Продолжение следует...